Доброго времени суток! С вами Йетти и в этом видео мы постараемся разобраться, какая диета способствует набору мышечной массы, то есть в каком соотношении должны быть белки, жиры и углеводы, если такое соотношение универсальное, оно в принципе имеется. И первое, что я хотел бы сказать, что данное видео посвящено именно спортсменам, да, спортсменам, которые хотят набрать мышечную массу, а не людям с лишним весом, с неподвижным образом жизни и тем более не диабетикам. Поэтому обратите свое внимание изначально на то, в каком положении вы находитесь, то есть возможно в ваших конкретных случаях данное питание не будет являться оптимальным и приведет только к ухудшению здоровья. Теперь я думаю можно приступать к разбору. Давайте для начала остановимся на исследованиях, которые изучали питание бодибилдеров в период межсезонья и соревновательной практики и выводы, которые были сделаны о их типах питания и соответствующей рекомендации. Так вот, как вы могли заметить, диета для бодибилдеров должна включать, по мнению ученых, которые изучали их подготовки, 55-60% углеводов, 25-30% белков и 15-20% жиров, как в межсезонье, так и перед соревнованиями. То есть примерный диапазон по соотношениям. Возможно вы уже обратили свое внимание, что рекомендации к потреблению белков, жиров и углеводов для бодибилдеров в целях набора мышечной массы или сушки несколько отличаются от рекомендаций для обычных людей. Потому что, если вы вспомните несколько когортных исследований, которые я разбирал, то там фигурировали для самой низкой смертности следующие соотношения. Это примерно 50% углеводов, 20% белка и 30% жиров. Как вы уже могли догадаться, существует некоторый перекос от жиров к углеводам у бодибилдеров. То есть для питания в целях набора мышечной массы или сохранения мышечной массы требуется больше углеводов и меньше жиров в сравнении со стандартным рационом, более-менее сбалансированным. Так вот, с чем же это может быть связано? Давайте обратим свое внимание еще на одно исследование, которое показывает отличия в стратегиях питания успешных культуристов от менее успешных культуристов. То есть те, кто занимали более высокие места и те, кто занимали более низкие места соответственно. В этом исследовании были выявлены некоторые закономерности. Бодибилдеры более высокого уровня потребляли в среднем меньше жиров, то есть 0,6 грамма в период сушки на килограмм веса тела и 0,8 грамма на килограмм веса тела в период межсезонья, то есть что в среднем меньше, чем неконкурентоспособные бодибилдеры. И потребляли больше белка, опять же в период сушки данный показатель доходил до 3,3 грамма на килограмм веса тела и соответственно потребляли значительно больше углеводов в сравнении с неконкурентоспособными бодибилдерами. Подобную закономерность мы также можем наблюдать в другом исследовании, уже на выборке британских профессиональных бодибилдеров и бодибилдеров-любителей. Так вот, здесь точно так же категория профессионалов потребляла больше углеводов в среднем 4,9 грамма в сравнении с любителями, которые потребляли в межсезонье 4,1 и соответственно ближе к соревнованиям сокращали потребление углеводов до 3,5 грамм. То же самое мы видим в принципе на жирах и на белках. Причем для углеводов в различных исследованиях бодибилдеров существовал самый большой разбег значений, то есть по белкам и по жирам плюс-минус все питаются одинаково. То есть да, в большинстве случаев культуристы потребляют небольшое количество жиров и там разбег абсолютно крошечный, то есть кто-то питается на 0,8 грамм на килограмм веса тела, кто-то на 1 грамм на килограмм веса тела, кто-то 0,5. Когда мы говорим про белки, там та же самая ситуация. Кто-то на 2 грамм на килограмм веса тела готовится, кто-то на 3, но тем не менее разбег не настолько огромен. А когда мы говорим про углеводы, то разбег может быть в принципе от 350 грамм где-то до 700 грамм. И это опять же зависит от способностей бодибилдеров эти углеводы вырабатывать, на мой взгляд по крайней мере. То есть те люди изначально, которые могут потреблять больше углеводов, они будут суше, они будут больше, они будут более работоспособными и более конкурентоспособными, чем те культуристы, которые потребляют маленькое количество углеводов. Потому что рассудите сами, с чем может быть связано то, что культурист один потребляет много углеводов, а другой потребляет мало. Либо этот человек, который потребляет много углеводов, много углеводов способен на тренировки на своей тратить, а значит его тренировка более объемная. Соответственно объем нагрузок всегда пропорционален мышечному росту. Либо человек потребляет мало углеводов, потому что у него проблемы с углеводным обменом. Почему у него такие проблемы неизвестно. Либо он набрал много жира, у него плохая чувствительность к инсулину, либо он тренируется недостаточно тяжело, интенсивно и с недостаточным объемом. Что тоже может говорить о том, что у него меньше шансов стать конкурентоспособным бодибилдером. Соответственно, поэтому на соревнованиях по бодибилдингу, скорее всего, выигрывает тот, кто ест больше углеводов. Потому что он банально способен это большое количество перевести в энергию и потратить на своих тренировках. Для, соответственно, повышения синтеза белка, для мышечного роста и так далее. Потому что все это упирается в объем нагрузок. Довольно очевидным выводом в данном случае для нас может стать то, что углеводы гораздо сильнее связаны с внешним видом спортсмена и с мышечным ростом, чем, например, жиры. Хотя в большинстве случаев мы говорим о том, что для мышечного роста необходимо создать профицит калорий. И, в общем-то, калории это такое обобщающее понятие. Потому что непонятно за счет чего. И в данном случае можно с точностью и с уверенностью сказать, что за счет углеводов. То есть от углеводов у нас будет больше энергии. И у нас будет больше гликогена, больше возможности эффективно тренироваться и так далее. А количество жиров практически не меняется в составе рациона спортсмена в период межсезонья или в период сушки. То есть они всегда придерживаются низкого потребления жиров в сравнении со среднестатистическим человеком. А вот углеводов они действительно потребляют значительно больше. И чтобы вы понимали, выводы некоторых ученых на этот счет гласят о том, что существует некоторое пороговое значение потребления углеводов, при котором ускоряется потеря мышечной массы. То есть если человек будет во время сушки есть слишком мало углеводов, то независимо от потребления белка или даже жиров, он будет терять мышечную массу. То есть, например, если мы обратим свое внимание, то на безуглеводной диете спортсмены теряют больше мышечной массы практически в полтора-два раза, чем на такой диете, которую мы сейчас рассматривали. И это касается опять же культуристов. То есть можно потерять вплоть до 40% мышечной массы, если вы будете сидеть на безуглеводке. И подобного порогового значения для жиров не существует, при котором тело будет терять мышечную массу быстрее, потому что любую нехватку жиров можно компенсировать углеводами или белками. И в этих условиях организм не будет быстрее терять мышечную массу, потому что некоторые культуристы урезали количество жиров во время сушки вплоть до 0,2 грамма на килограмм веса тела. И при этом все равно доходили до соревновательных кондиций. Многие культуристы жертвуют жирами, и при этом они демонстрируют абсолютно нормальную форму. Кстати говоря, очень сильное ограничение в этих исследованиях чаще всего наблюдается за спортсменками, за культуристками. Они, как правило, любят сильнее ограничивать жиры в период сушки, чем мужчины. При этом потребление жиров у них может снижаться вплоть до 9% от суточного потребления энергии. То есть очень мало. И были сделаны конкретные выводы на этот счет. Можно ли настолько сильно ограничивать потребление жиров в рационе с точки зрения здоровья и эффективности. Самое первое наблюдение на этот счет говорит о том, что слишком жесткое ограничение жиров может понизить уровень тестостерона, что будет не совсем выгодно спортсменам. Но на самом деле это очень противоречивые данные, потому что любой дефицит энергии, в принципе, у натуральных спортсменов приводил к значительному снижению уровня тестостерона в некоторых случаях. Опять же отмечу в некоторых случаях, не во всех. И данная ситуация, скорее всего, коррелирует с уровнями холестерина. Потому что прямую взаимосвязь я все-таки нашел. Опять же я уже показывал, что ко мне обращался человек, у которого во время сушки на обезжиренной полностью диете, ну когда он потреблял там где-то 15 грамм может быть жиров, то есть полностью их игнорировал, у него значительно упал уровень холестерина, и при этом снизился уровень тестостерона. И при этом человек был не совсем сухой, чтобы вы понимали. Он имел там что-то порядка, наверное, 25% жира. И вот на удивление у него стал очень низкий холестерин. В таком случае я порекомендовал ему просто добавить жиров в свой рацион. Он их добавил, и уровень тестостерона пришел в норму. И данная ситуация полностью нормализовалась. Но опять же подчеркну, что это отдельный частный случай. То есть в большинстве случаев данная ситуация может вас не коснуться. Хотя я бы смотрел регулярно на уровень холестерина, по крайней мере. Потому что он реально может коррелировать с уровнем тестостерона. Если он будет выпадать за нижнюю границу, то на тестостероне это точно будет сказываться. Поэтому здесь на реакцию организма во время сушки нужно смотреть абсолютно индивидуально. Но нижний безопасный предел, который отметили ученые, это где-то 15% от суточного потребления энергии. Вот это они считают безопасной нижней границей потребления жиров. Теперь я постараюсь обосновать, почему ставка на углеводы будет более выгодной для набора мышечной массы. И для этого у меня есть несколько аргументов. Во-первых, у нас будет гораздо больше гликогена. То есть, чтобы вы понимали, никакая кетоадаптация, которая у вас произойдет при низком потреблении углеводов, все равно не приведет к высоким уровням гликогена в мышцах. То есть, максимизируется гликоген именно потреблением углеводов с профицитом. И только в таких случаях у вас будет больше гликогена запасаться в мышцах, а значит, ваши мышцы не только будут визуально больше, причем значительно больше, если у вас мышц приемлемое количество на теле. Но и будет лучше работоспособность. Потому что, опять же, тренировки в нашем режиме, анаэробные нагрузки, высокой интенсивности, они всегда истощают запасы гликогена. И, соответственно, от своевременного восполнения запасов гликогена, причем потребление углеводов во время тренировки напрямую на это влияет, может повышаться так или иначе наша работоспособность. То есть, если вы хотите осилить какой-то объемный цикл тренировок и хотите тренироваться 2 с лишним часа в день, то вам просто жизненно необходимо будет потреблять какие-то углеводы во время тренировки, простые углеводы. И в таком случае у вас гликоген будет сохраняться на достаточно высоком уровне, и это будет сказываться на вашей эффективности на тренировках. При этом дополнительным плюсом может стать тот факт, что избыточная энергия из углеводов, она сначала стремится в гликогеновое депо, и поскольку вы их постоянно опустошаете, то она постоянно будет набиваться в эти гликогеновые депо, которые находятся в печени и в мышцах. И, соответственно, там вы будете носить часть энергии. Если же вы будете создавать профицит по жирам, да, и добавлять жиры к рациону, то это не даст вам дополнительного выигрыша по гликогену, но максимум его сохранит на текущей отметке. А профицит по жирам при этом будет приводить к складированию энергии преимущественно на животе. То есть и это не будет отражаться на синтезе гликогена. Здесь дополнительным преимуществом является то, что у вас меньше энергии, даже если взять тот же самый эквивалент, попадет непосредственно в жировые отложения, когда вы будете профицитить с уклоном на углеводы. Потому что часть будет всегда сохраняться именно в мышцах. И, по крайней мере, мышцы будут наполнены. Вы мышцами сможете эффективно все это тратить своевременно и так далее. Когда мы говорим о профиците жировом, то никаких особых плюсов человек ощущать не будет. Он просто будет тупо набирать жир. Возможно, многих сейчас заинтересует вопрос инсулинорезистентности, потому что про нее часто говорят, что мы же жиреем так или иначе от углеводов. А значит, мы будем сейчас есть углеводы и будем быстрее накапливать на себе жир. И потом нам будет сложнее худеть и все прочие моменты из этого вытекающие. Во-первых, я хочу сказать, что от любого набора веса, от любого набора лишнего жира, скажем так, на теле, вы приобретаете инсулинорезистентность. И более того, высоко жировая диета точно так же приводит к инсулинорезистентности. Только здесь механизм немножко другой. Когда вы потребляете чрезмерное количество жиров, например, в исследованиях на перекармливание, в этих условиях при чрезмерном повышении количества жирных кислот в крови, соответственно, скорость роста адипоцитов может быть несколько ограничена. И, соответственно, эти жирные кислоты могут отложиться у вас в печени и в мышцах, что снизит у вас чувствительность к инсулину. То есть, вот такой интересный нюанс. И с этим жиром будет сложнее расстаться. И здесь отягчающим обстоятельством, естественно, является лишний вес, который может накопиться. Поэтому лучше следите за своим индексом массы тела и так далее, за процентом жира. Вот это прям основное. Особенно за висцеральным жиром следите. Следующий факт заключается в том, что кето-диета абсолютно не растит мышечную массу. Я бы обозначил это так. Хотя на самом деле в научном сообществе это звучит более мягко. Не оптимально для мышечного роста. Это официальная позиция на данный момент времени. Кето-диета характеризуется очень низким потреблением углеводов. То есть, до 50 грамм в день. И на этой диете, что удивительно, при любом профиците энергии, мышцы не особо хотят расти. Ну или не растут вовсе. Так вот, на самом деле появляется все больше и больше исследований, которые пытаются склонить нас к выводу о том, что кето-диета эффективно растит мышца. Вполне эффективно и ей можно пользоваться. На самом же деле, всего два исследования показали мышечный рост в условиях кетогенной диеты. А огромное количество исследований показали отсутствие как такового роста. И максимум, что они наблюдали, это сохранение мышц. И то, чаще всего, у нетренированных людей. Так вот, последнее исследование, кстати говоря, вышло два месяца назад. Два или три месяца. В декабре 2020-го. Так вот, что там интересно, они заметили, что мышечный рост при кето-диете произошел. Так вот, смущает меня здесь две составляющие. Во-первых, почему они решили сравнить эффективность кето-диеты с эффективностью западной диеты. Западная диета это когда люди едят булки, гамбургеры и прочее. И недополучают очень важные микроэлементы и все остальное. Так вот, они поделили людей на две группы. Одни питались по кето-диете с нормальным потреблением белка. Другие по западной диете с низким, скорее всего, потреблением белка. С недополучением микроэлементов, белым хлебом, бургерами, чем угодно, мороженым и так далее. И потом они сделали выводы, что кето-диета, она все-таки эффективна, потому что она с 10 по 11 неделю показала увеличение мышечной массы. Как вы видите, в течение 10 недель у тренирующихся людей на западной диете мышцы выросли даже сильнее, чем на кето-диете. То есть, даже на самой неоптимальной диете для мышечного роста прогресс был у людей лучше, чем на кето-диете. То есть, там 2% против 4%. И они решили сделать очень умно. И они на 11 неделе загрузили людей, которые долго сидели на кето-диете углеводами, чтобы показать, что мышечный рост произошел. Естественно, само собой, такое длительное истощение гликогена привело к тому, что мышцы запасли гораздо больше гликогена, чем положено, после последующей загрузки углеводами. Итого, они поймали эту компенсацию и сказали, посмотрите, когда мы загрузили людей, которые питались углеводами, они почти не загрузились, и у них мышцы почти не увеличились. А когда мы загрузили людей после кето-диеты, они увеличились в размере, и значит, диета классная, и она работает. Но, опять же, если человек будет следовать кето-диете, то его размер мышц не может приблизиться даже только за счет гликогена, по сути, к человеку, который будет питаться углеводами. Короче говоря, чтобы доказать, что кето-диета эффективна, ее решили сравнить с самой неэффективной диетой для спортсмена, наверное. То есть, на бургерах, грубо говоря. Ну, вот как-то так я вижу этот дизайн, и поэтому я думаю, что позиция научного сообщества в целом, она по этому вопросу не изменится. В ближайшее время. То есть, в большинстве случаев максимум, что может дать кето-диета, это сохранение мышечной массы. И кроме того, стоит сказать, что когда нетренированных людей пытались перекармливать либо углеводами, либо жирами, то люди, которых перекармливали углеводами, они прибавили в сухой массе больше, чем люди, которые перекармливались жирами, соответственно. То есть, это может, конечно же, нам сказать на 100% о том, что эти люди запасли больше гликогена. Ну, так нам же это и нужно, это же выгодно, объем мышц-то увеличился. Следующий важный плюс заключается в том, что углеводы экономят белок. И, соответственно, когда у нас присутствовало углеводное питание в одном из исследований, в котором изучалось влияние ожогов при катаболических состояниях у пациентов, то углеводное питание с большим процентом по углеводам в сравнении с среднестатистическим питанием, где углеводы и жиры напополам идут, там, в общем-то, показало меньший катаболизм. То есть, выгодные условия для сохранения мышечного белка. Также стоит сказать, что когда мы находимся, опять же, во время физической деятельности, какой-либо тяжелой, то потребление быстрых углеводов в этот момент времени выводит синтез белка в плюс. Ну, то есть, условно, когда мы берем такое понятие, как мышечный рост, это положительный баланс всегда должен наблюдаться между синтезом и распадом белка. Так вот, скажем так, чем больше у нас синтеза и чем меньше у нас распады, тем для нас выгоднее. И, соответственно, потребление углеводов во время тренировки останавливает распад белка. Хотя и не выводит в чистый синтез. То есть, для этого нужен еще дополнительный белок. Но, все-таки, это тоже является значительным плюсом и говорит как раз о том, что, в принципе, углеводы предотвращают катаболизм белка, так или иначе. И более того, если вы немножко углубитесь в физиологию, то становится понятно, что когда у нас истощается гликоген, запускается, так или иначе, глюконеогенез для производства глюкозы, потому что тело стремится всячески восполнить эти запасы гликогена. И, таким образом, в расход идут как раз-таки белки. В любом случае, это приводит к затратам белка, важного строительного материала. В условиях повышенного потребления углеводов у людей наблюдается более низкий уровень кортизола. То есть, на углеводной диете как таковой. То есть, это тоже довольно такое важное смягчающее обстоятельство. Хотя, опять же скажу, если у вас диабет, данная рекомендация вам, скорее всего, не подойдет. Вот как-то так. По влиянию даже на кортизол, который не особо-то помогает нам мышцы растить. Я думаю, что это довольно большое количество плюсов, которые могут дать вам углеводы. И поэтому сделать на них ставку в период массонабора будет более чем рационально. И во время сушки тоже не стоит отказываться от углеводов, потому что на безуглеводке люди нереально сыпятся и так далее. А кето-диета максимум, что может сделать, это сохранить мышцы в условиях сушки. Опять же, будет зависеть от вашего стажа, от вашей тренированности. В принципе, на этом все. С вами был Йети. До новых встреч.